Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет своеобразное творческое видео. Хочу перекрасить вот эту тыковку из фикс-прайса. Конечно, я не претендую на звание эксперта в области переделок, DIY. На ютубе есть профессионалы этого дела. Но иногда на меня находит что-то такое, когда хочется потворить, что-то перекрасить, перестроить. Поэтому сегодня будет маленькое такое видео. Из предыдущих обзоров ассортимента товаров фикс-прайса вы, конечно, уже могли видеть вот эти пластиковые тыквы. Это своеобразные стилизованные этажерки. Можно использовать в качестве шкатулки, конфетницы. Можно использовать в качестве этажерки. И мне показалась форма этой тыковки интересной. Захотелось перекрасить. Референсами к этой переделке послужили несколько фотографий с Алиэкспресса, где было красивое сочетание цветов декоративных тыковок, белых с черным. Я такое сочетание люблю. Поэтому, когда увидела эту этажерку, мне сразу захотелось ее перекрасить и попробовать, как будет это смотреться, переделка у меня дома. Ну и что касаемо самой этой тыковки. Стоит она 199 рублей, изготовлена из плотного пластика. Но, естественно, ее можно собирать в разных вариациях. Просто в виде вазочки на подставке, двухъярусной этажерки. Или же использовать в качестве конфетницы. Для переделки дополнительных материалов я не покупала. Решила добивать те краски, которые были у меня дома. Потому что уже давно стоят. И нужно, пока они не испортились, в дело пускать. Для начала я покрыла тыковку грунтом. В надежде, что краска ляжет у меня хорошо. Покрывала я эту тыковку обычной губкой. Отрезала кусок от кухонной губки. И просто по всей поверхности, внешней поверхности этой тыквы наносила грунт. И давала окончательно высохнуть. Конечно, грунт не закрашивал полностью вот этот цвет. Но все равно была уже белая подложка. Кстати, мне понравился эффект, который получался от губки. Поверхность краски была не гладкая. Она была слегка шероховатая. И мне потом этот эффект очень, правда, понравился. Когда грунт у меня просох, пришла пора красить белой краской. Сначала попробовала наносить кисточкой. Мне не понравилось. И потом также перешла на губку. Перекладывала краску на губку. И штампующими движениями наносила все по поверхности. У меня ушло примерно... Мне потребовалось слоя 2 краски, чтобы покрытие было более однородным. И также вот губка создавала дополнительный рельеф. И я довольна этим эффектом. Потом он перешел даже в категорию крикелюра. То есть он потрескался. И вот эти трещинки смотрелись довольно колоритно. И вот эти трещинки смотрелись. Каждого слоя краски я давала им хорошо просохнуть до полного высыхания. Хвостик тыковки я покрасила просто обычной черной акриловой краской. В принципе тыковку можно было уже оставить и в таком виде. Но я захотела подчеркнуть ее вот эти дольки. И поэтому сначала сухой кистью с черной краской начала проходиться по углублениям. Но у меня кисть была... То ли кисть неподходящая, то ли краски я наносила очень много. И прожилки получались ну прям очень такими графичными. И не настолько растушеванными. Потом я вспомнила, что у меня в запасах были черные тени, которыми я не пользуюсь. И подумала, что именно тенями удастся мне создать более легкое такое покрытие. Чтобы оно смотрелось более естественно. И вот эффект от использования теней мне очень сильно понравился. Посмотрите, как хорошо ложатся черные тени. И мне кажется, что интереснее даже тыква стала смотреться при вот таком нанесении с этими черными прожилочками. Друзья, а вы, пожалуйста, напишите в комментариях, как было лучше с прожилками или просто белая тыква. Ну и для того, чтобы закрепить краску, я покрыла все акриловым полуматовым лаком. И это позволит протирать эту конфитницу и не бояться, что краска смоется. И посмотрите, какие красивые прожилочки получились. У меня слегка потрескалась краска. И мне кажется, что тыква даже стала похожа на винтажную. Ну и естественно, я буду ее использовать в качестве конфитницы. Сюда влезает, ну, где-то грамм 400 конфеток. И это вполне нормально. Да и смотрится на моей черно-серо-красной кухне. И это тыквы неплохо. Друзья, ну что, вот такая была у меня легкая переделочка. Пишите в комментариях, понравилось вам или нет. Или же, например, я эту тыкву испортила. И изначально она просто в цвете розового пластика смотрелась намного лучше. Жду ваши впечатления внизу в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok